С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжаем нашу библейскую археологическую экскурсию по тем местам, которые связаны с тем празднеством, которое мы сейчас совершаем, праздником Святой Троицы, праздником Пятидесятницы. И вот в прошлый раз мы с вами беседовали о месте, где явилась Святая Троица Аврааму, и в том числе о том историческом месте, которое в течение долгих веков почиталось и иудеями, и впоследствии христианами, и даже язычниками. Но сейчас давайте вспомним также те места священные, которые имеют отношение к святым праотцам, к святому праотцу Аврааму, которому явилась Святая Троица, к его потомству, и которые также связаны с городом Хеврон, в котором, ну или на окраине которого, все эти знаменательные события происходили. Итак, мы с вами упоминали о том, что в 23 главе книги «Бытия» говорится, что Авраам после смерти своей жены Сары выкупает у Ефрона Хитиянина, видимо, такого богатого, зажиточного, а может быть, и даже какого-то вождя жителей этого места, выкупает принадлежащую тому пещеру, которая называется Двойной Махпева. До сих пор в еврейском имени этой пещеры подчеркивается это название, которое в славянском языке передается как сугубая двойная пещера. Что это означает, сейчас довольно трудно сказать со всей определенностью. Вероятно, может быть, эта пещера, она состояла из двух каких-то вот таких вот отделений, из двух камер. А может быть, этим названием сугубая двойная подчеркивается то, что в ней Авраам приготовил место для двух погребений. И для своей любимой супруги Сары, которая отошла в мир иной раньше, чем ее супруг Авраам, несмотря на то, что была младше его. И, естественно, приготовил рядом с Сарой, со своей любимой женой, спутницей своей многотрудной жизни, верной, приготовила место погребения и для себя. И вот эта пещера Махпева стала такой вот местом упокоения для не только для Авраама и Сары, но и для их знаменитых потомков, для праотцов. Мы с вами упоминали о том, что здесь нашли свое упокоение Исаака и Ревека, а также сюда были принесены кости двенадцати патриархов, потомков Иакова и Ли, которые также погребены, похоронены в этой пещере и преданы здесь захоронению. Какова же была дальнейшая история этого места и что она из себя представляет сейчас? Сейчас пещера Махпева находится на юго-восточной окраине Хеврона. И сейчас для того, чтобы туда попасть, если вы туда едете, то нужно либо, въезжая с севера и посещая Дубраву-Мамри, затем проехать практически через весь город. Местами его улицы представляют из себя нескончаемый восточный базар и по таким указателям, ведущим к гробнице Ибрахима, Ибрахим-мозг, обычно на них написано мечеть Ибрахима, то есть Авраама, добраться до вот этого древнего святого места. Либо можно объехать Хеврон кругом и въехать в него уже с восточной стороны по еврейскому уже указателю, в Миарат Махпева, пещера Махпева. Ну, дальше все равно придется ехать по хевронским улочкам, хотя и не так долго, и не через весь город, как это приходится делать, если вы выезжаете в Хеврон с северной стороны. Там есть место, кстати говоря, где можно на площадке рядом с муниципалитетом оставить машину, а затем можно уже пешком по городским улицам спуститься к этому замечательному и, главное, очень древнему памятнику, имеющему большое значение и для иудеев, и для мусульман, ну и, конечно, для христиан, которые также являются духовными потомками веры Авраама и того богоявления Святой Троицы, которое было этому великому праведнику в его жизни открыто и явлено. Итак, на месте пещеры Авраама всегда существовало вот такое святилище, куда приходили евреи для того, чтобы воспоминуть своего праотца, по своему обычаю положить на его гробницу горсть камней. Но как точно эта пещера выглядела в древности и вот это место поклонения древних иудеев мы сейчас с точностью сказать не можем, потому что оно было полностью преображено великим злодеем и великим строителем, царем Иродом, оставшимся под этим именем великого в истории. Царь Ирод, будучи сам Эдумеем, но для того, чтобы угодить иудеям, над которыми он царствует и властвует, он решает привести в порядок их такие древние святыни и с возможным великолепием их обустроить. С одной стороны, он угождает римлянам, поскольку наполняет города подвластного ему царства необходимыми, хотя и порицаемым многими иудеями постройками, появляются везде и цирки, и арены, и гимнасии, места для занятий спортом, и бани. Все это строят и возводят Ирод. Ну и как бы при этом все-таки в противовес этому откровенно языческому проримскому строительству он старается все-таки возводить в таком великолепии, и памятники храмы, ну не храмы вернее, так сказать, а священные такие вот сооружения на тех местах, которые важны для иудеев. Он возводит, как мы знаем, и перестраивает храм на храмовой горе в Иерусалиме, он же позаботился о почитании места дуба Авраама на окраине, северной окраине Хеврона, он же обустраивает святилище над вот этой вот двойной пещерой, благодаря чему место совершенно преображается. Он строит вот такое святилище из каменных блоков. До сих пор остается только поразиться тому, насколько, в общем-то, велик был инженерный гений Ирода, и насколько, ну или по крайней мере его команды архитекторов и строителей, и насколько невероятно было качество этой постройки. Дело в том, что Ирод возводит это святилище из каменных блоков, высота которых составляет приблизительно метр, длина семь с половиной метров, то есть каждый блок весит по нескольку тонн, и каждый блок по отношению к более нижнему ряду, на который он ставится, выкладывается с зазором в ровно полтора сантиметра. Совершенно удивительно, что вот вы можете просто с линейкой подойти к каждому из этих блоков, промерить, и везде этот зазор будет совершенно одинаковым. Поэтому сама эта постройка имеет форму такого четырехугольника, который поднимается на высоту 12 метров, постепенно на полтора сантиметра с каждым блоком, с каждым метром, сужаясь немного вот так вот кверху. Но этого практически незаметно, если вы смотрите на здание, оно кажется вполне ровным, благодаря той перспективе, в которой оно выстроено, и до сих пор, конечно, это строение продолжает поражать, в общем-то, своим таким инженерным совершенством и теми затратами, которые были для него употреблены. По всей вероятности, святилище, которое возвел Ирод, не имело кровли, как и многие, на самом деле, античные храмы того времени. Ну, не многие, но, по крайней мере, встречались такие постройки. Вероятнее всего, не было кровли, но в центре где-то этого святилища находилось какое-то вот такое вот строение наподобие часовни или какого-то вот такого алтаря, но не в строгом смысле, поскольку жертв там не приносилось, которое вот являлось таким вот местом осенявшим гробницей святых праотцов. Естественно, что это строительство Ирода вызывало всеобщее такое восхищение, поклонение, ну и иногда и порицание со стороны иудеев, которые, в общем-то, были зачастую недовольны всем, даже тем добрым, что этот великий строитель замышлял и воплощал в жизни. Тем не менее, во время тех возмущений против римской власти, которые принимали иудеи дважды и в 70-м году, и во время второй иудейской войны 132-135-х годов, безусловно, пострадало и святилище в Хевроне вместе с городом. В первую революцию все мужское население города было вырезано, как мы уже говорили, во вторую был практически уничтожен также весь Хеврон и здание подверглось пожарам, здание святилища над двойной пещерой. Однако, будучи построено настолько основательно Иродам, само здание, само каменное строение, которое, в общем-то, и составляло основную его часть, оно уцелело и сохранилось до византийского времени. В византийское время сначала император Феодосий Великий, а затем Юстиниан обращают это место, ну, такого, безусловно, в первую очередь иудейского почитания, в место священное для христиан. Христиане, для которых имя праотца Авраама также священно, как и имена его святых потомков, создают здесь базилику, и у нас имеется довольно много паломнических свидетельств древних и ранних о том, что христианские паломники приходили сюда, здесь совершали богослужения, литургии, здесь честовали святых праотцов, честовали их память, которая традиционно совершается накануне Рождества, но вот одни из таких важных дней памяти святых праотцов предваряют собой празднество Рождества, и поэтому накануне этого Великого праздника существовала традиция также посещения и Хеврона, посещения гробниц праотцов, которые нашли здесь свое упокоение. Эта традиция совершается во весь христианский период, хотя прерывается и нападениями самарян, и нападениями персов в начале VII века, ну и, конечно, после завоевания мусульманами, Хеврона, который совершается также в 638 году, после завоевания Иерусалима, это место становится священным в первую очередь для мусульман. Из христианской базилики, из христианской святыни они делают мечеть, хотя первое время вот в курсе той лояльности, которой они придерживались к людям Писания, они, конечно, позволяют приходить сюда и совершать здесь поклонение также и христианам, и иудеям. Со временем постепенно эти правила все более и более ужесточаются, так что в какой-то момент христианам и иудеям вообще было запрещено входить внутрь святилища, и им не разрешалось подниматься выше седьмой ступени лестницы, которая вела вот в эту священную для мусульман мечеть. Они также закрывают это святое место, как закрывают для посещения неверными, купол скалы и святыни храмовой горы. Но эта эпоха безраздельного владычества мусульман в хевроне прерывается завоеванием крестоносцами святой земли, как мы знаем, в конце, в самом конце XI века. И буквально в ближайшие же тоже месяцы после завоевания Иерусалима хеврон также переходит под власть крестоносцких правителей святой земли. Место это теперь называется имя Кастальон-Дю-Дю-Сен-Абрахам, то есть замок святого Авраама. И на том месте, где построил Ирод вот это святилище, они устраивают действительно такой вот укрепленный замок, укрепленную такую часть хеврона, которым владеют попеременно представители таких знатных аристократических баронских и герцогских родов, правивших на святой земле, вплоть до завоевания этого места Салахаддином. Но, тем не менее, сохранились очень любопытные интересные воспоминания о почитании древней пещеры Махпела, сугубо пещеры паломниками и священнослужителями Иерусалимского королевства и всеми, кто сюда приходил из разных концов земли. Эта история имеет некоторые любопытные подробности. Так, один из историков эпохи крестоносцев описывает, что в 1119 году, когда на месте упокоения праведного Авраама был создан августинский монастырь, один монах августинец ходил по этому двору, кровля еще не была восстановлена над этим храмом, и искал местечко, в котором была бы тень и было бы как-то, ну, хоть немного более прохладно. И вот он прилег недалеко у памятника, который венчал собою могилу гробницу Авраама, находившуюся при этом глубоко внизу в самой пещере, и вдруг почувствовал такое легкое дуновение некого такого сквознячка, идущего из-под земли. Он стал оглядываться и обнаружил эту дырку, которую прежде не замечал, которая вела куда-то в глубину. Стали спускать туда светильники, стали искать проход в эту внутреннюю подземную часть пещеры, которая давно уже была забыта и закрыта. И, наконец, откопали проход, вошли в внутренность пещеры и обнаружили, как, по крайней мере, передают свидетели и очевидцы этих событий. Нетленные тела патриархов, лежавшие в этой пещере, завернутые в саваны, которые не оказались неразрушены со временем, описывают и Авраама, описывают и Сару. Для освидетельствования этой чудесной находки был приглашен король Баудуин, который пришел на это место и распорядился через некоторое время закрыть его для посетителей, поскольку тела праведников стали разрушаться, подвергаясь постоянным, видимо, перемещениям воздуха. Но, тем не менее, деньги, мзда способны были делать, как и тогда, и сейчас, великие вещи. Поэтому один из таких знаменитых паломников XII века, раби Вениамин Бенджамин из Туделлы, из далекого испанского города, совершивший вот такое путешествие на святую землю уже ближе к концу XII века, он описывает, что, заплатив весьма значительную сумму привратнику, который охранял спуск в эту пещеру, он получил в нее доступ. Привратник, как описывает, раби Вениамин открыл огромную древнюю дверь, которая, по словам раби Вениамина, была того же возраста, что сами патриархи и праотцы, провел их по ступенькам вниз, в глубину пещеры, и там он увидел столь вожделенное его сердце и тела праотцов, хранившиеся в древних гробницах, и многочисленные бочки, заполненные костями, костями евреев, которые привозили своих усопших с разных концов тогдашнего мира, куда только не забросило их рассеяние, для того, чтобы погребсти их рядом с непосредственно телами тех, от кого, как они верили, они произошли, те, кто являлись их прародителями. Поэтому вся эта пещера была заставлена бочками, просто забитыми костями благочестивых правоверных евреев, которых также занимало им сду, удавалось вот таким подобным образом провести сюда и поставить в эти подземные помещения пещеры. Ну, затем, уже после того, как владычество крестоносцев окончено было, мусульмане, которые вернулись сюда, окончательно запечатывают доступ в пещеру, несколько перестраивают само вот это древнее сооружение Ирода. Ну, крестоносцы устроили над ней крышу, покрытую свинцовыми пластинами, а мусульмане сделали еще и вот то современное навершие в виде такого зубчатого парапета с бойницами, которые можно видеть и до сих пор. И впоследствии, в течение веков, в которые уже они безраздельно господствовали Хевроном, они подвергли также это место еще некоторым перестройкам. В частности, в 16 веке была пристроена мечеть отдельная в честь святого праведного Иосифа, который был погребен в ногах как бы праотцов. Один из мамлюкских правителей святой земли совершает эту пристройку, перестройку, так что теперь вот эта мусульманская часть, она больше, чем когда-то была эта древняя иудейская святыня, поскольку включает в себя и еще отдельно, в позднее время пристроена мечеть святого Иосифа, прекрасного, также почитаемого правоверными мусульманами. И постепенно из Хеврона в это время начали выдавливать вообще и иудейское, и христианское население, и постепенно в общем-то в этом достигли определенного успеха. Хеврон стал таким местом невероятно почитаемым среди мусульманских паломников. Многочисленные его посетители описывают Хеврон как место необычайно плодородное и в то же время очень гостеприимное. Во времена правления мамлюков, а затем турок. К каждому посетителю Хеврона выдавалась чаша сваренной в масле чечевицы и бесплатно выдавалась за счет казны большая пшеничная лепешка, дешев был виноград, всевозможные фрукты, которыми до сих пор изобилует Хевронская округа. Ну и вообще Хеврон описывает как чуть ли не такое райское место на земле многочисленные его посетители. Там развиваются и ремесла с 13 века, развивается стеклодувный промысел, труды и плоды которого до сих пор можно бывает купить в уличных лавочках Хеврон. Это такая причудливо изготовленная по древним технологиям посуда, довольно такая красивая и главное ручной работы местных стеклодувов. И в общем Хеврон становится таким оживленным, паломническим, торговым и промышленным городком, где уже практически совершенно не остается христиан. И правда 16 века существует небольшая община евреев. Эта община евреев в 1936 году была практически целиком и полностью изгнана от пещеры Махпева. И более того, в значительной степени вырезано, несколько десятков человек погибло во время крупного еврейского погрома в Хевроне. Существуют страшные даже такие фотографии, которые запечатлели пострадавших, в том числе детей, которые были насмерть зарублены или тяжело ранены саблями вооружившихся на них мусульман. И в общем-то это место оказалось целиком в руках мусульман в очередной период своей истории. После войны за независимость Хеврон какое-то время находится в составе Иорданского королевства. В 1967 году в результате шестидневной войны переходит под власть Израиля. Сюда возвращается небольшая еврейская община, сейчас она достигает порядка 250 человек, которые вынуждены жить под постоянной охраной воинского контингента, который также израильского, естественно, который размещается в мусульманском Хевроне. Но благодаря этому присутствию в Хеврон можно прийти туда и можно посетить его древние святыни, как евреям, так в том числе и христианам. Правда, приходится преодолеть всевозможные меры безопасности, целый ряд всевозможных турникетов, место досмотра, вооруженную охрану. Ну, в общем-то, надо сказать, что все эти усилия нацелены на охрану как евреев, так и мусульман, так и христиан, поскольку такие конфликты на религиозной почве продолжаются здесь вплоть до недавнего времени. Так, в 1994 году учитель из соседнего еврейского поселения Кирья-Тарба пришел во время празднования в ту часть древней святыни, которая теперь принадлежит мусульманам, и открыл огонь автоматического оружия. В результате было на месте убито 29 человек, множество получили тяжелые ранения, 6 человек скончались от в тот же день, прежде чем толпа, которая успела как-то организоваться, напала на террориста и просто разорвала его на месте. Поэтому сейчас вот этот статус-кво, разделяющий мусульманскую и еврейскую, иудейскую часть святыни Махпила, поддерживаются со всевозможной строгостью. Сейчас эти части ведут отдельные входы, а сами они разделены таким образом, чтобы посетители даже практически не могли видеть друг друга. В мусульманской части остались гробницы святого Иосифа, святого Исаака, Ревекки. На иудейской части гробница Иакова-Илии. А гробницы Авраама и Сары расположены таким образом, что к ним можно подойти и с иудейской, и с мусульманской стороны. Над этими гробницами построены такие особые кинотафы, восьмиугольные над гробницами Авраама и Сары, шестиугольные над гробницами остальных патриархов. И сверху они накрыты особыми шелковыми коврами. Когда-то гаремы турецких султанов занимались тем, что просто десятилетиями кропотливо вышивали золотом эти самые ковры. И каждый вновь вступивший на престол турецкой империи султан считал своим долгом отправить очередной ковер в Хеврон для того, чтобы накрыть какую-то из гробниц святых праотцов. Так что в какие-то моменты число этих ковров достигало 20 на некоторых гробницах. На гробницах патриархов они зеленого цвета, на гробницах праматерей красного. Они, конечно, сейчас уже такие довольно пыльные, поскольку не всегда возможно там за ними должным образом ухаживать, но тем не менее продолжают сохранять свое историческое место. К числу других еще достопримечательностей мусульманской части, то есть мечети, которая располагается в святилище над Миарат Махпелой, следует отнести также драгоценный, очень богатый, красиво инкрустированный минбар XI века. Минбар — это кафедра проповедника, с которого Мула в мечети произносит свое поучение, читает Коран собравшемуся народу. Вот этот драгоценный минбар XI века происходит из главной мечети города Аскалон, который по соглашению о перемирии был разрушен крестоносцами, и поэтому Салахадзин, желая спасти это произведение искусства, переносит и помещает его в Хевроне, который на тот момент целиком остается под его властью, и вот с XII века там этот минбар до сих пор можно видеть. Вот то, что касается дальнейшей такой последующей истории Хеврона, его святынь и пребывания в нем праотцов, тех священных воспоминаний, которые соединяются с их памятью, мы сегодня с вами окинули своим мысленным взором, своей памятью и потрудились, так сказать, помянуть святого праведного Авраама и Сару, которые явились очевидцами, явлением Святой Троицы, той ветхозаветной части этого великого празднования, которое мы с вами в этими совершаем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.